Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Эти требования очень простые, мы постарались их минимизировать для того, чтобы каждый мог без труда их реализовать. Первое. На своем ресурсе этот интернет-ресурс должен разместить электронную форму для взаимодействия с гражданами и общественными организациями. Второе. Зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с государственными органами. И, наконец, третье. Создать на территории России филиал или представительство, или учредить российское юридическое лицо. Одним словом, надолго в Госдуме закон не задержался. Депутаты достаточно быстро его согласовали и одобрили. Едва ли могло как-то дела пойти иначе, ведь в числе сторонников новых ограничений был сам спикер парламента Вячеслав Володин. У зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования. Не пошли. Значит, необходимо законодательное регулирование, в том числе введение соответствующих мер понуждения. Экономических прежде всего. Их язык хорошо понятен западным компаниям, для которых прибыль — главное. Но извлечение прибыли было далеко не единственной виной зарубежных компаний. В пояснительной записке к законопроекту недвусмысленно отмечалось, что иностранные сервисы могут повлиять на умонастроение россиян. В большинстве случаев требования российских государственных органов рассматриваются зарубежными компаниями и их представительствами как выход за пределы юрисдикции Российской Федерации. Судебные и административные споры по таким вопросам приобретают политическую окраску. Впрочем, о политической окраске нового законодательства говорят не только авторы этого законопроекта. Просто название, правильное название дать закону — это закон, конечно же, ни о каком не приземлении. Это закон о заложниках. IT-корпорациям предлагается, даже не предлагается, а от IT-корпораций требуется прислать в Россию заложников, в которых тут же, ну, я не знаю, что с ними сделают, да, но вот судя по тому, что действительно происходило в период выборов, им каким-то образом будут угрожать для того, чтобы корпорации выполняли все требования Роскомнадзора. Кстати, как и в случае с законом о СМИ и на агендах, никакой судебной процедуры не предусмотрено для включения и в этот список. Вообще, закон о приземлении заставит корпоративных юристов поломать голову. Ведь каким образом можно будет работать в России, не нарушая законы, мы спросили у специалиста по медиаправу. Можно создать ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Я бы в этой ООО постарался бы либо директора сразу разместить где-нибудь в Лондоне, откуда его не выдадут российским властям по уголовному делу, либо, может быть, какую-то управляющую компанию, которая готова взять на себя такие профессиональные риски, использовать вместо директора. Ну и, конечно, она будет получать огромные штрафы. Через какое-то время, видимо, ей придется объявить себя банкротом. В попавших в список компаний по-разному отреагировали на перспективу оказаться в так называемом списке приземленных компаний. Например, мессенджер Вайбер заявил, что будет следовать букве российского законодательства. А вот позиция более известных на российском рынке компаний может не очень понравиться Роскомнадзору. Например, когда российские парламентарии готовили проект закона, то в пояснительной записке прямо сетовали, что действующие в России ООО Google и ООО Apple Rus не являются официальными представительствами их материнских компаний. И чтобы разобраться, какую роль выполняют эти представительства в России, комиссия по противодействию иностранным вмешательствам Совета Федерации даже пригласила к себе на ковер юристов Apple. Но, кажется, в Верхней Палате Парламента сторонам все-таки не удалось понять друг друга. Простите, чтобы вы меня точно поняли. Вот портал App Store, он имеет какое-то отношение к Apple или вообще никакого? Нет, платформа App Store оперируется компанией Apple Distribution International. Она содержится на чьи средства? Она входит в чью организационную систему? Она действует на основе чьих инструкций и правил? А вот извечный спарринг-партнер Роскомнадзора Телеграм на встречу с российскими официальными лицами вообще не пришел. По крайней мере, публичной информации о таких переговорах не было. Зато в компании были готовы комментировать закон о приземлении под маской анонимного источника близкого к руководству. В таких условиях необходимость создания локального офиса может быть воспринята как требование предоставить заложников для дальнейшего шантажа. Не все интернет-компании в достаточной мере доверяют российской правовой системе, чтобы пойти на такой шаг. Конечно, зарубежные IT-гиганты могут не доверять отечественной правовой системе, но вот считаться с требованием закона им все же придется. Теперь у правоприменителей появился целый арсенал для давления на западные технологические компании. Ну, для начала власти получили право просто-напросто блокировать ресурсы полностью. Но в последнее время такой инструмент не применяется для давления на социальные сети. Из нововведений мне хочется отметить запрет на поисковую выдачу. Другими словами, Роскомнадзор хочет обязать поисковик Google не показывать в собственной выдаче ссылки на принадлежащий же ему видеохостинг YouTube. Звучит, правда, несколько странно. Но вот куда более реалистично выглядит другой инструмент. Власти получили право блокировать денежные переводы российских рекламодателей, которые хотят разместиться на вот этих платформах. Если эта норма закона заработает, то ей вполне по силам полностью перевернуть рынок рекламы в сети. И мы поговорили с представителями этой отрасли. Уже сейчас есть крупные агентства, которые предоставляют такие посреднические услуги и дают возможность, например, работы в общих кабинетах. То есть есть такая проблема на российском рынке, что мы можем сами сделать кабинет на Фейсбуке и работать с Инстаграмом и с Фейсбуком, при этом не будет закрывающих документов. А многим компаниям, особенно если вопрос на сотни тысячи миллионов бюджетных денег, нужна какая-то отчетность, чтобы эти деньги списывать. Тихон, вот закон требует регистрироваться всем компаниям, у которых больше полумиллиона пользователей. Но это не только коммерческие компании. Как думаешь, какая еще вдруг неожиданно в этом списке могла бы оказаться компания? Какая еще могла бы здесь оказаться компания? Не знаю. Ей мы пользуемся каждый день. Я говорю, конечно же, о Википедии. Вот действительно, как бы это не может показаться странным, но Википедия тоже имела все шансы оказаться в списке компаний, которые были обвечены на выженную посадку. Когда закон только обсуждался, в крупнейшую сетевую энциклопедию входило число кандидатов нападаний в этот реестр. Но ее включение настаивал сам соавтор закона Александр Хинштейн. И мы поговорили с представителями русской Википедии, и вот что они нам рассказали, как они боролись за свой проект. В данном случае закон этот, он так сформулирован, что на самом деле он направлен в первую очередь на коммерческие организации, но не на некоммерческие. Об этом я говорил, когда была встреча в Госдуме. По поводу принятия этого закона. И я тогда выступал, говорил, что на самом деле касательно некоммерческих организаций, это будет, собственно, абсурдом. Ну, помимо Википедии, в этом списке могла оказаться вообще совершенно каждая компания, которая никак не связана с соцсетями. Речь идет о сайте компании IKEA. Вот IKEA могла попасть в список Роскомнадзора. Не удивлюсь, если и попадет. Мне кажется, там может оказаться каждый. Спасибо большое, Дмитрий Варламов, мой коллега, о том, как с 1 января Роскомнадзор будет приземлять иностранных IT-гигантов. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютубе. Но «Дождь» — это намного больше, чем наш Ютуб-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь» — tvrain.ru. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.